Этих материалов всё ещё недостаточно. Ты уверял меня, что обеспечишь всем необходимым. Раз я объяснял, значит я это сделаю. Есть маленькие заделки, но это ведь не критично. Не критично, но завершить проект в поставленные строки просто невозможно, и это не по моей вине. Ты не можешь начать создание кузова? Тогда начни постройку басни и двигателя. Этот монстр нужен мне убрезать все дни. Начинайте постройку, иначе мне придётся прикончить тебя и лжеть этот завод к тётикам. Слушаю и повинуюсь, начинайте погрузку стали в печи. Здравствуй, мой владыка. ПЗ-35, с чем пожаловал в мои земли? К великому сожалению, нашу армию разбили советы. Они пошли в контрнаступление. Вы потеряли всех своих гигантов, включая Франкенштейна? Да, и теперь в их руках дюжина сверхтяжёлых монстров, которым мы попросту не в силах противостоять. Мы надеемся, ты примешь нас в ряды своей орды. Я бы с радостью пустил всех вас на переплавку. И кстати, где Шварц? Он предал нас, и порымкнул к советам. Ну ладно, у нас нет другого выбора, кроме как объединиться в один кулак. Располагайтесь, вскоре я найду для вас работу. Вы настоящие бездары, с такими темпами работ меня точно прикончат. Смотри о ком я вспомнил, мы пустим их на переплавку, и нам как раз хватит стали. Переплавить таких стальных гигантов – это очень плохая идея. Они ещё намного испособны. Как по мне, так это два лжавых куска металла. Как они могут нам приводиться? Их можно починить, и они будут сражаться на твоей стороне. Пару стволов лишними не будут. Думаю, ты прав. Мы их потиним, станут моими телохранителями. Вот, собственно, и всё. Ваш монстр готов к сборке. Тогда тело мы ждём. Пога заканчивать. Наконец-то, японский зрезный капут. Рады приветствовать тебя в рядах армии Японской Империи. Мы сможем прикончить Левиафана и его орду уже совсем скоро. Но прежде нужно починить КВ-44. Похреждения не столь критичны. Проложив все свои умения, мы быстро справимся. Тогда пора начинать. Вот и первая твоя задача. Построить гиганта по моим чертежам. Справишься? Приложу все знания и усилия к этому пахаекту. Можешь не сомневаться, владыка. Тогда приступай немедленно. Времени у нас мало. Мы израсходовали все запасы ресурсов на этих гигантов. Зато теперь нам по силам стереть Левиафана с лица земли. Зелезный капут. Тебе пора освободить ангар. Снаружи тебя ждет Ямамото. Он введет тебя в курс дел. Ну и каковы твои предложения по показке этих монстров, американец? Начнем с Ратте. Его броню стоит прокачать. Какая самая прочная сталь из тех что у вас есть? Совсем недавно мои сахтеры носили сверхпортную руду. А сталевар с большим трудом изготовили из нее бронепластины. Тебе стоит взглянуть. Незеритовая сталь. Неужели она существует? Думаю она отлично подойдет для прокачки. Ух ты! А империя окрепла с момента последнего моего визита? Кто ты, тюзак? Ответяй! Я старый знакомый вашего профессора. Меня зовут Левиафан. Ты наверняка слыхал обо мне. Вахафеса Т-94. Внутри завода. Ну что парни. Полагаю мы собрали достаточно сил для рейда адских земель Левиафана. Мы не можем отправить на это задание все силы. Нужно оставить гарнизон на заводе. В качестве гарнизона отлично подойдет пельмень и КВ-44М. Но для их ремонта у нас нету ресурсов. Я поставлю задачу шахтерам работать вдвойне. Думаю за недельку они справятся. А тем временем Дориан останется в гарнизоне. Попытаюсь связаться с нефритовыми стражами. Они доставят наш отряд прямиком в адские земли. Наша задача раздобыть 10 эшелонов железной руды, парни. Забудьте о солнечном свете. На ближайшие недели шахта станет для вас вторым домом. Пришло время каждого сделать все ради нашей победы. Вперед парни, за работу. Ах вот и ты, старина Т-94. Леви Ахван? С тем позаровал? Надеюсь, ты не забыл про свой старый должок? Разумеется, я не забыл. Я помню, как ты вытастил меня из плена. Ну вот и хорошо. Настало время свести счеты. Ну и как твои успехи, американец? Броня готова? Как видишь, все уже на финальном этапе. Изумительно. Можешь продолжать. С такой броней Ратте стал непобедимым. С такой броней Ратте стал непобедимым. Сомневаюсь, что мне хватит энергии отправить всех. Дориан остается на защите завода. На этот рейд отправятся КВ-44 и Федор. Вы опять решили разделить все свои силы? Вскоре мы починим пельмени и КВ-44М. Так что все под контролем. Тогда приступим к телепортации. Поработали мы на славу и стали уже готовы к отправке. Планы профессора будут выполнены. Всем спасибо за ваш труд. Ух ты, телепортация это весело. Ненавижу телепорты. Слишком уж после них кружится башня. Время найти и прикончить парочку демонов. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok